привет народ добро пожаловать на наши посиделочки все ребята одна неделя осталось если что если вдруг кто-то из вас чего что мы сюда привыкли приходить разговаривать про last of us дом дракона ты чё дядя вова фандомы попутал что случилось нет ребята все правильно гарри поттер у нас на канале имеет огромное значение дядя вова еще тот патарабан я не знаю если вы когда-нибудь обращали внимание у меня тут и дядя дамблдор стоит и дядя дамблдор маленький стоит и хогвартс есть прошлом не два года тому назад за донаты на канале я купил хогвартс лего собирал там из лего огромный замок хогвартса я громаднейший фанал на канале можете посмотреть как мы ездили в universal studio гуляли по хоксмит у ребят для меня это вот просто я окунаюсь в детство если есть какие-то сериалы в которых нужно рассуждать пускать сопли где-то где-то переживать где-то с кем-то спорить но когда речь заходит о гарри поттере мне кажется что ну невозможно быть злым человеком любить гарри поттера мне кажется что среди потороманов даже если вы в школе слезерина на факультете слезерина все равно мы с вами найдем общий язык даже но за слезеринцами то я уж точно найдут даже если вы там у у кого где у хаффлпафа какого-нибудь как тевранчика или сто очков уходит гриффиндору неважно я думаю мы все равно с вами найдем общий язык и самый первый обзор два года тому назад когда вышел только первый трейлер это еще прежде чем наше сердечко разбили множество множество раз когда переносили игру все наконец-то игра выходит 10 февраля а для всех тех кто сделал предзаказ там делюкс версии игра открывается 7 февраля более того дядя вова думает что я наверное даже приболею немножко придется на работе сказать что ой алла ушка болит прям не могу заболел какой-нибудь этой потороманской витрианочкой слизни вылезают из меня не могу работать ребят потому что я просто не знаю как я смогу остановиться и не играть я просто очень надеюсь что 7 числа все сервера будут работать нормально скачивание пройдет хорошо и если вам интересно смотреть именно как я играю как я прохожу впечатление все на мои мордашки я оставлю в комментариях ссылки на свой твич и на второй канал где игры будут стримиться если интересно также оставлю вам ссылки вот на вот это самое первое видео когда я только узнал что объявили про игру два года тому назад когда именно 16 сентября 2020 года нам объявили о том что выходит игра самом начале самый первый трейлер потом у меня было видео где мы разбирали геймплей когда выставили и сегодня мы наконец-то добрались до самого последнего финального трейлера и я предлагаю вместе с вами его посмотреть еще немножечко поймать чуть-чуточку хайпа на эту тему так что если вдруг вы такой же потороман берите свое сливочное пиво и садитесь поближе сейчас поговорим что же такого интересного показали в этом трейлере но я недолго потому что у меня через 30 минут совещаний так что я сегодня очень очень быстренько буквально зашел и вышел но думаю все равно чай попить с одной успейте так кстати создатели игры девелоперы они по приглашали дофига кучу американских стримеров которые подогревают мне приглашение никто не присылал может надо было где-то заявку оставить и я не оставил может надо было жить в калифорнии чтоб меня пригласили но очень многих пригласили и они два часа играли им разрешили первые два часа даже выложить у себя на странице чтобы показать но я ни одно это видео не смотрел потому что я боюсь нахвататься спойлеров именно с какими-то загадками с прохождением я хочу сам все это проходить будут кат-сцены а озвучка с известными актерами но все как мы любим ребят но это же просто красота и так по тизеру что мы видим здесь последнему трейлеру история хогсмейда такой вид на хогвартс и так говорится в свете свете твоей оригинальной позиции у нас же начинается с того что мы пятиклашкой приезжаем если все ученики прилетают в школу когда в 11 лет до ты сову получаешь то тут может на пятом году обучение это когда уже нужно там же можно выбрать так либо ты в хогвартсе учишься пять лет и ты сдаешь один экзамен по моему совы да или ты я просто не помню как именно аббревиатуру переводили на на русский язык или же ты семь лет учишься и тогда ты получаешь другой экзамен сдаешь и говорит если ты приходишь сразу на пятом году видевай сантин экстрен ординер и чурьер сексес и мы приготовили для тебя что-то особенное для того чтобы у тебя все было хорошо с одной стороны это классно что мы в не приходим первоклашками когда надо учить все самые первые заклинания сидеть рикардио левиоса потому что если вот мы вспомним даже по книге как называлась книга которая была про пятый год обучения гарри поттера это гарри порт и орден феникса когда они уже создали там врачай комнате свой свою армию дамблдора и они практиковались и уже тогда вот эти пятиклашки они знали все эти в основные заклинания и гарри конечно учил их там экспекту патронус вызывать до своего патронуса у каждого но большинстве случаев все уже знали свои боевые заклинания и когда они пошли министерство магии все вот эти ребята пятиклашки и опять таки не забываем пятиклашки в хогвартсе это не пятиклашки которую у нас в советском союзе были или там россия украина пятиклашки россия украина это совсем другой возраст здесь им уже по 16 лет получается так что они уже знают все базовые заклинания и более того более того если я помню это правильно когда гарри даже попробовал использовать а вода кедавру по книге но у него не получилось потому что он недостаточно чувствовал ненависть поправьте мне в комментариях если потому что книги давненько уже не читал но по-моему именно в 5 книге гарри пробовал использовать запрещенное заклинание против белатрикс а по-моему в фильме тоже это сделали этот момент давайте друг другу напомним в комментариях видюшки поможем тоже так вот и это классно что у нас главный персонаж это пятиклашка что мы уже знаем все эти заклинания мы уже будем если надо мы можем регардиан левиоса делать если надо аллахомора открыть какой-то замочек или там призвать к себе что-нибудь или свет зажечь люмос максима в общем короче говоря замечательно что мы начинаем сразу пятиклашками не то что сидеть азы учить а уже прям же даже можем носов экзамен сдавать ну тут дают книгу я не думаю что эйдж обозначает гарри поттер эйдж скорее всего обозначает хогвартс тем более что мы видим символ хогвартса здесь с четырьмя разделенными факультетами и виде геймплей до этого что мы знаем что там будет одна из задач в эту книгу нужно собирать какие-то листочки дополняющие карту квесты или что там она будет в общем мы узнаем и вот эта книга она разлетается по страничкам скорее все эти странички нам нужно будет ходить и собирать теперь а латчо обзорб он your first day тоже из старого тизера который мы разбирали мы знаем что смотрите я еще смотрел видео хук где создатели игры сидели и рассказывали как будет меняться что мы увидим все четыре сезона что у нас по мере прохождения истории мы будем заходить в зиму мы будем весну увидеть я больше всего конечно жду увидеть зимний хоксмит это вот просто вот такая мечта дитя сорокалетнего если вы со мной в одной лодочке дайте знать я не могу поверить что я здесь саму свою хочу кстати мне интересно кто те кто будут играть вы будете создавать своего персонажа похожего больше всего на вас или на какого-то известного перс героя или же будете создавать похожего на гарри или на гермион вот мне интересно потому что я хочу попробовать естественно потому что я столько времени ждал сова всю сука никак не долетала до меня столько времени а тут все я себя делаю в молодости и отправлю отправлю себя туда в школу и буду там ходить в общем уже жду не дождусь тут говорят профессор уизли естественно мы знаем семейство визли получается кто-то из про 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 визли работали в школе и были вот профессорами и скорее всего вот эта тетенька с рыжими волосами отличительный знак уизли будет заниматься именно учить как выращивать наверное мандрагоры и прочее 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 теперь профессор визли попросила твоих профессоров дать инструкции сделать дополнительные классы обучающие материалы вне школьной программы ну наверное чтоб догнать где-то в чем-то это тетенька вот занимается трансфигурацией на секундочку примерно точно так же как профессор макгонагал помните могла превратить при один предмет в другой бедный рон чашка крыску свою в чашку превратила чашка с хвостиком осталось я вообще ожидаю что есть возможность и вот чего я жду я много чего наслышан я знаю что какие-то классы можно выборочно какие-то я хочу так чтобы я если пришел на какой-то урок он там опа урок идет я послушал попрактиковался и извлек какой-то новый скилл и вот вот тут вот какая-то тетя видать сражалась каким-то монстром тетя с одной рукой но она смогла единорога вызвать теперь избушечка на улице и сетка мы же знаем что это за почти за сто лет до того как гарри появляется в области какие-то вещи будут такие же какие-то нет ухов матч чулор где много чего еще нужно учить призвал книжку отцел отцел книжка а можно так прийти и сесть отца экспириенс и все и тебе раз отца самый высокий уровень вообще конечно это отца я порой бывает телефон положу куда-то не волнуйте а так раз отца телефон или в туалете сидишь туалетная бумага закончилась прямо туда же сколько было хорошей полезной магии а кстати вот вытащил мандрагору видел я в каком-то тизере или трейлере даже можно будет использовать мандрагору в боевках можно будет использовать держать и оглушать своих врагов я вообще жду что можно эликсиры по-моему можно будет делать все дела тетенька левиоса сделала a surprised opponent is a weak opponent удивленный противник слабый противник ты будешь тестировать свои способности both innate and learned которые ты знаешь и которые выучишь интересно также то что домик можешь свой собственный сделать это примерно как в фантастические звери какой этого был ньюта скаламандера чемоданчик был в которой он мог залезать вот точно так же как у гермионы сумочка была в которую можно было заложить целую кучу она там могла достать все чего угодно с расширением пространства или палатка которая была в кубке огня когда палатка вроде маленькая а внутри дофига сколько людей могло поместиться ну туда же точно так же хорошо волшебном мире все помещается и все помещать а им у или of how much time the new fifth year seems to be spending кубей проведение мы будем проводить время в самом замке и вне замка короче говоря очень жду какие-то новые локации не просто там заколдованы и с хоксминты или еще что-то что-то дополнительно может чего мы даже не видели не в фильмах не читали не в книжках короче говоря из трейлеров которых я смотрел это типа такой местный мафиозник мобстер говорит что не надо театральности мне нужен только один человек здесь тропата теперь я так понимаю что это тайная комната именно оттуда вылезал василиск только вопрос ротяка открыто а где василиск ну а василиска то нет а василиска там же жил вообще со времен саладара слизерина на секундочку это думали что это хагрид монстра завел паука а там же был не паук там был василиск ну ладно живем увидим он говорит у меня есть особая способность чем он отличается от всех он может видеть висперс висперс это не всегда шопа висперсами еще называют такие маленькие это у меня напоминалка что у меня совещание скоро так что мне нужно заканчивать это такие в играх магии особенно иногда уисп это может быть такой маленький огонек магического свечения света и вот здесь вот он может видеть не шепотки а именно вот такие вот визуальные какие-то задатки древней магии в общем узнаем больше про эту древнюю магию и конечно наверное какой-то прадедушка оливандера может папа оливандера тут а может сам оливандер кто знает может он алхимический камень у николаса фламеля забрал это же живет вечно он же магией занимается магические палочки дят посмотрим посмотрим не спекулятируем пока что на глупостях это спаверфу мальчик это очень сильная магия датчут умный be will be by selected few что только выбранные несколько выбранных людей могут контролировать эту древнюю магию и тут такой классный момент мы видим как статуи помните когда было нападение воландемортом его армию и пожирательными смерти нападения на хогвартс и профессор макгонагал такая говорит я всю свою жизнь ждала чтобы произнести это заклинание и она произносит заклинание и пробуждает стражников которые должны защищать замок и они точно также спали блин как классная я внутри пищу у меня такое такое хреновое настроение кто-то знает на канале следит за тем что у нас на этой неделе какие баталии происходили но вот тут вот это вот все просто елейчиком сверху замазала и настроение плюс сто очков с лизерину в общем балдею балдею жду как дождаться следующей неделе будем видюшки записывать и время быстрее пройдет до 5 а он и старый блин через путь на которые мы стали он очень опасен и монстры которых мы увидим какие-то может будут плохие монстры а какие-то нет какими-то надо будет сражаться а каких-то может быть мы может будет же будем коллекционировать даже теперь мы видим пещерный тролль врывается в хоксмите будем сражаться с ним скорее всего кто-то его туда притащил ух вот это сила тролля не просто оглушить а распылить даже теперь у нас вот эти гоблины они тоже очень часто встречаются мы так привыкли что гоблины такие хорошие товарищи которые себе работают гринготсбанки никого не обижают никого не трогают но тут какие-то будут очень-очень паскудные гоблины посмотрим что они там с этой древней магии может нам надо будет их остановить может быть нужно будет с ними даже сражаться посмотрим кто является самым главным антагонистом здесь ножишь естественно нет валан-деморта тут но какие-то демонические с горящими глазами гоблины за нами бегут может их тоже какая-то древняя магия перевоплотила любик или это это же созданный похоже будет какая-то магия которая создает даже воинов что мне нравится что любая игра у нее всегда есть боссы вот как ни крути даже тот же самый last of us всегда у нас есть какие-то там блоутеры или крысиные короли еще что-то вот всегда есть момент когда он просто вот ты не забываешь что это игра и что нужно бороться с каким-то боссом и скорее всего вот это один из боссов которого там воскресят или пробудят вот эти гоблины и с ним нужно будет сражаться боевая арена а вот этот дракон может поправьте меня но он очень похож на украинского дракона помните укрой как его звали украинские бледны которого держали в банке гринготса глубоко-глубоко под землей и вот он там там был вот именно по по цвету и раскраски похож на это ну вот эту сцену мы видели давно это одна была из самых первых риттера где составляют мост и отправляются в башню ласточки смешалось все воедино и опять возвращаемся к этому местному мафиознику говорить а а мафрейте you on your own я боюсь что ты один сам за себя придавливает скалой мне интересно вообще будет ли какая-то возможность вот смотрите когда мы играем в gta и там допустим ты got wasted и потом ты просыпаешься в больничке у ведьмака ты просто умер и ты перезагружаешься в более раннюю версию в ласт оф ас тебя тоже загрызли погрызли и ты перезагружаешься новую версию блин меня уже там ищут рано меня ищут еще 13 минут у меня есть а как будет здесь тоже тебя прибили и ты просыпаешься в больничке в больничном крыле в хогвартсе тебя отпаивают или же ты будешь видеть как тебя монстры порвали на части и просто перезагрузка но в общем уже чуть-чуть уже у чуть-чуть уже скоро увидим а а in sure that we have a moment чурс говорит я позаботился о том чтобы это у нас был момент только с тобой вместе кстати я не видел изначально планировалось русская звучка для этого но похоже не русской и украинской звучке не будет так что будем играть на английском языке также ребята берем словарик и прокачиваем английские скиллы но во время стримов все зависит от вас в основном мы будем говорить пока идет игра болтать вы пишите я отвечаю на вопросы вопросы приходят на английском отвечаю на английском приходят вопросы на украинском отвечаю на украинском приходят вопросы на русском отвечаю на русском беседа идет на катсинах будем тихонечко закрыв ротик сидеть смотреть это и потом делиться впечатлением так что если у вас игры нет но сильно хочется узнать что что к чему вот 7 февраля будем начинать и ошибаться будем где-то может медленно будем проходить но будем проходить и гиппогориф улетел и девочка чуть не упала но другой ее подхватил на метле будем летать потерянный лес и вот тоже на спине символ какой-то такой как закрученной гадюки похоже на пожирателя смерти может быть воландеморт возродил орден пожирателей смерти может этот орден существовал давным-давно в общем узнаем ждем но по крайней мере вот ну очень похож очень похож вот такая вот гадюка просто у пожирателей смерти это гадюка изо рта вылезала а тут черепа как такового не видно просто змеюка свернутая кольцами не верю что это просто символ слезерина шуб с лизеринцами боремся они что же со школы let's even for от шалви давай уравновесим ее шансы кончиками по сражается интересно на драконах летать можно будет или нет защитные купола ну вот для меня наверное самый большой страх что я во всех этих боевках когда начну нажимать кнопки буду путаться где какой защитный шар магию поставил кстати я игру купил на компьютер так что поэтому стримить будут из офиса это значит с хорошей камерой и с хорошим звуком ну и компьютер у меня очень-очень быстренький хорошенький как раз этой игре прям подогнаны без багов должны играть на самых лучших разрешениях и live our legacy in your hands мы оставляем нашу legacy это как то что ты вот есть семья да и она оставляет после себя какой-то след в истории что-то великое величие какое-то историческое вот это в английском языке называется legacy ведь мы это оставляем в твоих руках и колокольчик проживи не написанное закажи сейчас deluxe-версии ну и покажут ли они доступна в магазинах 7 февраля но Но если у вас Deluxe версия, то вы можете с 7 февраля. Все, ребята, побежал я на свое интервью. Надеюсь, вы так же счастливы, как и счастлив я. Жду вас в комментариях. Ссылки на Twitch и мой другой YouTube канал, где будут стримы, будут закреплены в самом первом комментарии и в описании. Все, пока-пока.